Несмотря на истечение лицензии ОФАК, юань продолжает торговаться у своих локальных максимум в 13,5 рублей. Остальные валюты продолжают также укрепляться по отношению к рублю. Торги на московской бирже в понедельник стартовали с распродажи, однако под конец торговой сессии участники рынка смогли откупить это падение в лидерах Роста, Европлан, Русгидро и Алроса. Бренд, можно сказать, что для него точно было не все хорошо вчера, минус 2%, при этом на сегодняшних торгах уже цены стабилизируются. Всех приветствую, это Рынки Утро, с вами Степан Сумин и Богдана Прихода. Мы вместе расскажем вам самое интересное, что есть сегодня для инвестора. Пишите свои вопросы, комментарии, а телеграм-чат-бот вы найдете у нас вот здесь на экране. Тогда доброе утро. Подскажи, пожалуйста, что у нас сегодня интересного есть для инвестора? Давай будем, начнем уже обсуждать. Минфин определился с налогами по замещенным евробондам, значит, что они предлагают. Здесь два пункта, не облагать налогом курсовую разницу, которая возникает при замещении суверенных евробондов и сохранить люботу на долгосрочное владение вот такими бумагами. Но такими поправками получится воспользоваться не у всех инвесторов, а только у тех, кто купил бумаги до 1 марта 2022 года. Подробные вы можете прочитать в нашем эксклюзивном материале на сайте РБК. QR-код можете найти на экране. Также всегда призываю вас каждое утро, конечно же, просыпаться и писать нам вопросы. Самое интересное, обязательно обсудим в прямом эфире вместе с экспертом и со Степой, конечно же. Также Минфин и Центробанк объяснили, почему они против ввода Winful Tax для банков, так как налог, по их мнению, снизит возможность банков выдавать кредиты. Последние годы ЦБ вводили такие серьезные послабления нормативного регулирования для банков. Вот сейчас эти послабления отменяются, поэтому банковской отрасли нужен новый капитал. И вот по оценкам Банка России прибыль финной организации в этом году будет не ниже, а может быть даже и выше, чем в прошлом году, больше трех триллионов рублей. Все так переживали по поводу вот этого Winful Tax, но вот Минфин и ЦБ объяснили, почему вводить не нужно. Очень хорошая защита получилась для банков, на самом деле, потому что вот все больше и больше надо забирать от тех отраслей, которые генерируют большую прибыль. Берем в данном конкретном периоде именно банковский сектор и мы видим, что в следующем году за счет прогрессивной налоговой шкалы они и так будут платить повышенные налоги, то есть в размере 25 процентов. То есть мы понимаем, что это слишком высокая нагрузка будет на этот сектор. И мы понимаем, что это хорошо для в принципе всего сектора, для отдельных сильных бумаг, таких как ТКС, Сбербанк, даже ВТБ многострадальный, он тоже будет хорошо на это реагировать. При этом отметим, что удивительно, какое здесь даже, можно сказать, единство мнений высказывается насчет этого сектора. Видимо, потенциал прибыли действительно он достаточно неплохой. Ты отметила 3 триллиона рублей. Я отмечу, что на первоначальном этапе на 2024 год было 3,8 триллиона рублей. То есть чуть-чуть мы все-таки понижаем получается таргет по прибыли. При этом, если мы отметим ход тенденции у крупных банков, Сбербанк, который идет по нормативу своему, по прогнозному значению, то есть до 1,6 триллионов рублей на данный какой-то период, но, возможно, он перевыполнит каким-то образом, хотя я не очень уверен как, но даже будет неплохо, если они осуществляют 1,6 триллионов рублей чистой прибыли. Тогда мы можем рассчитывать на достаточно неплохой дивиденд в диапазоне 35 рублей на акцию. Это хорошо. Поэтому для сектора, если действительно так и будет, если мы не увидим, потому что все же исходит от Минфина, все исходит от бюджета. Бюджет у нас действительно на 25-й год по сравнению с 26-м и 27-м. Он действительно, можно сказать, более здоровый. Здоровый по отношению к 24-му году. Если 3,3 дефицитная часть, то в 25-м 1,3, если я правильно помню. То есть, наверное, в данном конкретном периоде к этому вопросу возвращаться не стоит. При этом, вот после 25-го года, я предполагаю, что могут вернуться к Винфолтекс, опять к обсуждению этого вопроса, потому что дефицитная часть будет расти на 26-й и 27-й год. Также Степа, прав комиссия поддержала досрочную отмену нашлепки к НДПИ на газ в размере 50 миллиардов рублей, пишет Интерфакс. Газпром освободят, получается, от этой нашлепки не в конце 2025-го, как ранее хотели, а уже в этом году. В Инфине заявили, что отказ от вот этого дополнительного элемента формули налога на следующий год позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы Газпрома. И Газпром вчера, отмечу, закрылся в плюсе, хоть и в совсем небольшом, там, 0,08%. Как я вот отметил с самого начала, в принципе, рынок вчера чувствовал достаточно высокую волатильность. И получается, что Газпром, он не поддался той эйфории, которая произошла. То есть мы доходили до минус 2% по индексу Мосбиржи, так как мы и доходили до плюс процент с лишним. То есть мы видели высокую волатильность, да, невысокий рост. При этом с точки зрения техники Газпром выглядит сейчас интересно. Набор позиций от 130-133 выглядит оптимистичным. С точки зрения выхода опять к 140-145. А про НДПИ, это было и ранее заложено в цену. Собственно, это и был рост на этом до 140. О том, что ранее отменят, не с 25-го года. При этом, действительно, в 25-м году и так заканчивалось у Газпрома НДПИ. Его могли продлить. При этом в 24-м сейчас, если его отменят, ну, это хороший позитивный фактор для газовой отрасли, в принципе. Еще одни тоже такие интересные инвестиционные идеи предлагает Альфа-инвестиции. Аналитики брокера считают, что в последние два месяца этого года российские компании могут направить на дивиденды почти, получается, триллион рублей, из которых 300 миллиардов придется на фрифлоут. Фактически, выплаты могут быть меньше, так как отдельные информеросечки могут уже перейти на январь 25-го года. Вот. Точно. Это будет Лукойл. Лукойл. Смотри, какие интересные акции. Дивдоходность ожидают в следующих 12 месяцев. Может превысить 15%. Там «Газпромнефть» тоже около 15%. Уже отсечка произошла, вот уже хорошо. Я напомню, стабильно распределяют 50% прибыль на дивиденды. Ну, тут очень много тоже нефтяников. Вот давай твои. Про «Газпромнефть» это интересно, потому что, в принципе, в дивидендной политике сказано о том, чтобы платить 50% от чистой прибыли, при этом они будут платить 75% от чистой прибыли. И отметили, что самое важное, что они готовы в пользу «Газпрома», главной своей структуры, платить даже до 100%. При этом надо отметить, что, скорее всего, вообще, самая интересная ситуация, которая происходит в «Газпромнефте», с точки зрения фрифлоут, которая сейчас есть на рынке, возможно, в дальнейшем, можно порекомендовать увеличить фрифлоут на рынке тогда, чтобы повысить именно вес бумаги в индексе. При этом дивидендная история хорошая, 15% доходности, это хорошо сейчас на рынке. При этом мы понимаем, что любую дивидендную историю, которую мы сейчас будем с тобой сравнивать, все будут проигрывать флоутерам. Это понятно. Но мы говорим сейчас о том, что если вы формируете среднесрочный портфель на 2025 год, при учете того, что мы отметили, что с бюджетом будет лучше ситуация, нефтегазовые доходы отмечены как в положительную сторону на 2025 год, поэтому нефтегазовый сектор я выделяю как фавориты среди всех отраслей, которые у нас сейчас есть. 15% доходности в данном периоде, плюс апсайт, который есть у бумаги с точки зрения общей конъюнктуры рынка, мы можем увидеть действительно потенциальный рост до 700, до 800 примерно рублей в «Газпромнефте». То есть вот такой таргет. Ну и коротко, давай ипотеку обсудим. Там сразу несколько новостей от агентства АКРА, от аналитиков ждут, что после окончания вот такой жесткой денежно-кредитной монетарной политики деньги могут вернуться на рынок недвижимости. Дело в том, что сейчас россияне на фоне, понятно, высоких ставок активно накапливают средства на вкладах, на счетах. И вот сейчас процитирую, эксперты сравнили вот эту ситуацию с цитатой «натягивающейся тетевой лука». И вот выстрелить этот лук может уже в третьем квартале 2025 года, так как широкого ассортимента для инвестиций, возможно, у себя не будет, и они будут вынуждены вернуться на рынок недвижимости. Цена на жилье, опять же, по их прогнозам, в ближайший год снизится на 5-10%, как на первичном рынке, так и на вторичном, после чего стоимость опять жилья продолжит расти. Получается, вот вопрос о наличии такого ипотечного пузыря на рынке по-прежнему актуален, учитывая еще увеличение среднего срока погашения кредита. Степа, ну вот как ты считаешь, согласен ли ты с такими прогнозами? Вчера, кстати, обсуждали девелоперов, и вроде эксперты в них верят. Честно, я выделял их раньше как одним из фаворитов, в особенности был фанатом ГК «Самолет». Действительно, были неплохие темпы развития у компаний, поглощения земельные, которые происходили, и наращивание, в принципе, в этой области. Кстати, отметим про пик, который, вопреки падению рынка, он рос. Наоборот, можно отметить, что это уходили продавцы и закрывались шорт-позиции в данной конкретной бумаге. Я скажу так, что я соглашусь с тем, что диверсификационная линейка, которая есть сейчас у инвесторов, она действительно не такая большая, как можно было бы предположить. При этом, я бы не сказал, что так быстро инвестор захочет возвращаться в недвижимость, так как высокая ставка будет еще достаточно продолжительное время, третий квартал 25-го, но допустим, предположим, что до 15% дойдет ставка, ее опустят. Ну, как бы доходность от недвижимости и депозитов в 15%, она будет все равно более выгодна. Я предлагаю перейти к нашей главной теме, извечной. Это рубль и все, что с ним связано, и что на него влияет с нами. На связи Олег Кузьмин, главный экономист Резенсанс Капитал. Олег, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, рубль продолжал свое, можно сказать, не самое лучшее шествие наверх. 96 стабилизировались наконец-то. Офак, о котором все говорили последние месяцы, начиная с июля, был один из главных факторов, который довел и на российский рынок фондовый, и в том числе и на валюту. Вот сейчас этот фактор уходит. Как мы видим, лицензии вроде бы все, а юань продолжает торговаться. Подскажите, пожалуйста, это событие действительно было настолько важным для рынка, или что-то мы еще упускаем, а ФАК может к нам вернуться? Событие было достаточно важным, действительно, лицензия стекла. Но это значит, что за прошедший период удалось выстроить, скажем так, новую инфраструктуру, новые какие-то цепочки расчетов, которые позволили сохранить биржевую торговлю дальше после окончания лицензии. Для российского валютного рынка, конечно, это в любом случае плюс, потому что лучше биржевой торговли пока все-таки ничего не придумали, и хорошо, что она сохраняется в юане. Ну, если бы лицензия не была продлена, я предположил бы, что рубль бы укрепился бы даже, как это было в июне, на какой-то там временный промежуток времени. Но здесь тот случай, когда мы не видим после этого его заметного укрепления, но это скорее плюс для валютного рынка, поскольку биржевая торговля по-прежнему сохраняется. Вот, кстати, про рубль и его стабильность. Уже мы попытались в эфире отметить, что он действительно сейчас на данный момент стабилизировался, мы не видим походов к 100 рублям. Возможно ли это связано с тем, что сейчас это связано с торговым балансом, то есть это вот со снижением норматива продажи валютной выручки. Может ли это действительно сказаться, что сейчас именно из-за этого стабилизировались? Ну, здесь действительно, в принципе, для рубля среда остается очень благоприятной. У нас положительный текущий счет, у нас в сентябре расширилась и сальдо торгового баланса. Потом очень высокий уровень процентных ставок, как в номинальном выражении, так и в реальном выражении. Далее в конце месяца нас ждут и высокие квартальные налоги, плюс сейчас отдельные экспортные компании будут платить дивиденды. Тоже можно ожидать, что какая-то будет перед этим продажа валют, и все это рубль должно поддерживать. В принципе, при такой комбинации, наверное, даже можно ожидать, что рубль немного укрепится, скажем, ну, может быть, ближе к концу месяца, да, особенно когда Центральный банк продолжит... И налоговый период, и Центральный банк еще повысит ставки. Но в целом, как мы видим, ситуация для рубля очень благоприятная, но все это помогает ему или оставаться стабильным, или вот в какие-то периоды, как последние несколько недель, ограничивать ослабление. То есть, скажем так, если что-то из этого поменяется в менее хорошую сторону, можно будет уже предположить, что рубль тогда ослабеет более сильно. Но пока-пока все остается достаточно хорошо, и, по крайней мере, на следующий год наша оценка справедливого курса по-прежнему немного крепче 100 рублей. Хорошо, тогда такой вопрос. Почему-то не вижу коррелян, корреляцию? Допустим, ставка, она растет, и при этом рубль тоже у нас падает. То есть, раньше было немножко по-другому. То есть, вы считаете, что если сейчас Центральный банк повысит до 21, то это будет поддерживающим фактором для рубля? Да, я думаю, эта корреляция у нас по-прежнему есть, просто это означает, что если бы ставка не росла, или там осталось бы 16%, рубль был бы заметно слабее, чем он есть сейчас. То есть, давайте еще раз проговорим, что основное влияет сейчас на куст рубля? Какие вот, чтобы инвестор понимал, на что обращать? Это нефть, это торговый баланс, это как раз ставка Центрального банка. Вот какие факторы наиболее важные, на что обратить? Допустим, если брать нефтяные котировки, почему я не зря привел пример с Центральным банком? Потому что нефтяные котировки тоже были 81 марки Brent, и при этом не сильно повлияли на устойчивость рубля. Он также продолжал обесцениваться. Ну, здесь у нас все лаги относительно нефти, других фундаментальных факторов, действительно, они не то, что сломались, но они стали длиннее. Вот, если раньше цена на нефть росла, все это сразу видели, это генерировало какой-то спрос на рубль, потому что все знали, что, ну, значит, нефть стала дороже, в итоге эта экспортная выручка придет на рынок, рубль укрепится, и мы видели влияние на рубль происходило достаточно быстро. То сейчас при закрытом финансовом счете, при ограничении на финансовые транзакции с остальным миром, да, рост цен на нефть, наверное, влияет на рубль только когда действительно через несколько месяцев эта выручка доходит до валютного рынка. В итоге у нас бывают парадоксальные ситуации, что и нефть растет, и рубль падает в какие-то периоды времени. Среди факторов по-прежнему важны фундаментальные факторы, это состояние платежного баланса, и здесь ключевой, конечно, показатель – это уровень цен на нефть, важны уровни ставок, вот, но и третий компонент – это вот потоки капитала, скажем так, которые, с одной стороны, вроде бы сократились в новом мире взаимных ограничений, а с другой стороны все равно присутствуют у нас постоянные внутренние спросные иностранные активы, плюс мониторить это все достаточно сложно. В итоге, наверное, такой все равно у рубля сохраняется естественная траектория, такого небольшого ослабления, где справедливые уровни задаются ценами на нефть, но волатильность относительно этого уровня может быть более значительной, скажем, плюс-минус 10%, и она уже зависит от технических особенностей и от вот этих вот потоков капитала, которые теперь стали более непредсказуемы и менее понятны, менее заметны, чем были раньше. А можно ли сказать, что бегство бизнеса сейчас, вот отток капитала, он действительно колоссальный за последний период, также влияет сейчас на рубль? Ну, здесь в целом по суммам отток капитала сейчас будет меньше, но по-прежнему это значимый фактор для рубля, да, и мы видели, что какие-то сделки были, например, по выходу бизнеса из России, конечно, тоже вполне возможно, что это повлияло. А другое дело, что раньше, например, для нас была важна ставка ФРС, да, это тоже все не очень предсказуемо вводные, но мы могли предположить, вот там, то-то будет происходить со ставка в мире, соответственно, это таким-то образом повлияет на валюту на всех стран, повлияет на Россию, теперь этот фактор от нас ушел, а вместо этого фактора тоже значимые стали какие-то внутренние события, внутренние сделки, но, конечно, транспарентность этих событий гораздо меньше, чем какие-то действия глобальных банков. Ну и если там есть у нас график, когда, например, там ФРС будет, да, обсуждать ставку, что-то будет происходить, здесь, естественно, какого-то графика, когда какие-то будут проводиться операции на валютном рынке для сделок, конечно, его нет, поэтому мы иногда можем видеть заметные движения курса и только догадываться, а что, собственно, с чем это связано. Единственное, что можем сказать, что если движение происходит быстрое, то, значит, это все-таки скорее потоки капитала какие-то, чем там факторы со стороны торговых операций. Хорошо, тогда можем перейти, наверное, к прогнозной части. Людей интересует конкретно октябрь и до конца года именно по российской валюте. Какие у вас прогнозные значения? Я бы предположил, что к концу месяца рубль немного укрепится. Это уровень там 94-94,5 рубля за доллар, поскольку, ну, как мы уже говорили, здесь сходится несколько благоприятных факторов для курса. Ну, а в целом, наша оценка справедливого курса на следующий год, на первую половину следующего года, это 96 рублей за доллар при цене на российскую нефть на уровне 70 долларов за баррель. То есть находимся прямо вот в этих значениях, которые сейчас у нас есть. Так, хорошо, а если... Ну, здесь, да, мы к ним близки. Понял. А если юань рассматривать, пойдет ли? Там сейчас уже пишут диапазон от 14 до 17 и уже апокалипсис до 22. Потому что юаневой ликвидности, как говорят, опять будет мало. Ну, здесь, скажем, многое будет зависеть от того, где торги сохранятся, на каком сегменте рынка. Все-таки, видите, даже отмена лицензии, скажем так, позволила пока сохранить торги на биржевом рынке на какое-то время. Здесь ситуация еще менее прозрачная. Я бы предположил прогнозы по юаню делать, ну, исходя из тех прогнозов по доллару, какой есть, и все-таки использовать мировой кросс-курс курса юань-доллар. Вот. А каким образом меняться будет внутренний курс у нас на рынке, это уже сказать сложно. Но, как мы видим, даже здесь все-таки какие-то расхождения этих курсов, они там наблюдаются, ну, могут даже месяц наблюдаться, да, но в конечном итоге все-таки мы приходим куда-то к семи. Поэтому, наверное, опять же, если мы говорим о более таких средносрочных прогнозах, разумнее, наверное, пока предполагать, что кросс-курс останется близок к мировым рынкам. Понял, спасибо. С нами был Олег Кузьмин, главный экономист Ренессанс Капитал.